Он молчит, вы молчите, все молчат, что же будет дальше, что он там решил, что у него в голове. Давайте посмотрим. К вам у него теплые чувства, вас он видит красивый, притягательный, манящий. Он настроен на то, чтобы пойти какие-то на компромиссы. Видимо, произошла какая-то ссора, он готов работать над отношениями, но не слишком много вкладывать. Он понимает, что для вас то, что сейчас происходит, это какой-то кошмар. Он понимает, что вы уже начинаете закрываться, что вам начинает это надоедать. Но он не знает, что с этим делать. Он не хочет терять свою зону комфорта, он не хочет терять свою свободу, право удалиться и где-то побыть одному, куда-то походить, посвящаться со своими друзьями, либо вообще делать, что он хочет. Он хочет делать то, что он хочет, своеобразно манипулировать, то есть уходить, приходить. Для него это нормально. Приходить к вам, да, ушел, пришел, пришел с подарочком сзади и знает, что вы постучите, вы откроете, заулыбаетесь тому, что он принесел, обрадуйтесь. Его здесь показывают пажом, то есть он такой немножко незрелый, такой немножко себе на уме, в его представлении, все прекрасно. То есть все, что сейчас происходит, это же классно, чего ты печалишься. Что он еще думает? Ну, он думает, что да, он умеет хорошо говорить, он умеет хорошо обхаживать, он дарит счастье, он приносит радость, и он считает, что это достаточно. Сейчас все, что творится, это достаточно, но почему-то он видит, что вам нет. Почему-то он видит, что когда он отходит от вас и возвращается, он не вызывает тех эмоций, да, когда был рядом, то есть вызывает эмоции негативные. Где ты был? А что случилось? Он прекрасно понимает, что все это может закончиться, и закончить может это он. То есть он может уйти и не вернуться просто обратно. Он прекрасно это понимает, и что же он хочет все-таки. Иногда да, иногда он хочет все рубануть, все рубануть, уйти, но опять же не может, потому что вы привлекаете его. Маните, вы настолько чувственная особа, он прямо тянется к вам, и это прямо вот его будоражит там, что он не может отойти надолго, ему приходится возвращаться опять. Он видит в вас ценность, он видит в вас какой-то подарок свыше. И вот это все его внутри, он стоит перед такой дилеммой, или он сам, или он уже в составе вас, с вами одно целое. И он теряется, потому что он привык, он уходит там, занимается своими делами, отдыхает как хочет, потом приходит обратно. А тут он понимает, что ему придется быть вот все время с вами. То есть, не он один уже, а вместе. Так, что же все-таки будет? Что же он надумал точно? Что же он там надумал? Он надумал, что все-таки он вас любит. Он все-таки придумал в своей голове, что все-таки любовь, та она все-таки есть в нем. И чем же все-таки закончится это молчание? Ну, тем, что да, он придет, он придет обратно, потому что в вас он видит женщину, незаменимую женщину, главную женщину, которая их притягивает, которая обалденная, которая вкусная, понимаете, которую хочется съесть. Но это ненадолго. По двоечке, двоечке это вообще начало без движений, то есть еще что-то там зарождается, всегда двойственность, человек туда-сюда, туда-сюда, то есть все так же, как было, так и останется.